всем привет с вами токсичный адвокат сегодня без костюма без рубашки без галстука сегодня в обычном таком домашнем свитерочки вы конечно привыкли к адвокатам к юристам все такие красивые лоск костюм галстук там шикарные ручки и тому подобное я конечно тоже в суд в лохмотьях не хожу но и лишнего пуха на себя не накидываю так вот сегодня хотелось бы поговорить на очень интересную важную тему что-то последнее время ко мне частенько стали обращаться с вопросом как выписать человека из квартир как правило люди прописывают к себе родственников прописывают по дружбе кого-то а потом начинают от этого страдать родственники съезжают те кого по дружбе прописали тоже съезжают а коммуналочка то капает ну или например жену свое прописал развелись и все она там до сих пор зарегистрирован так вот очень многие как раз задают вопрос как выписать сегодня я вам расскажу как самостоятельно не обращаясь там юристам к адвокатам снять с регистрационного учета человека и признать его утратившим право пользования жилым помещением давайте вы пока нажмите лайк подпишитесь на канал потом в конце видео не забудьте оставить свой комментарий можете задать в принципе вопрос если он будет интересен я на него отвечу ну а я начну свой монолог давайте сегодня начнем самой простой ситуации как выписать человека из квартиры то есть какие должны быть характеристики и параметры всего этого мероприятия значит что человек а первое не должен быть собственником этого жилого помещения там в долях или полным собственником неважно второе человек не платит коммунальные услуги и человек соответственно является совершеннолетним и сам добровольно покинул данное жилое помещение другие ситуации если вам будет интереснее они сложнее просто в одном видео это займет там на час-полтора другие ситуации если оставите свои вопросы в комментариях если будет достаточное количество я разберу в следующем видео но как говорится начнем самого простого итак поехали человек совершеннолетний человек не собственник жилого помещения человек не платит коммунальные услуги а собственно еще один небольшой нюанс значит человек который съехал с квартиры вы не должны ему чинить препятствий для пользования жилым помещением то есть вы не должны были там специально там забрать у него ключ специально там поменять замки предупредить консьержку чтобы она его не пускала это для суда кстати имеет большое значение вот значит начинаем собирать документы которые нам понадобятся в суде ну с чего надо начать да но естественно с подготовки искового заявления само исковое заявление я оставлю ссылочку на статью на яндекс цен на моем канале там есть образец иска он типовой под эту ситуацию подойдет сто процентов впишите свои данные впишите данные человека впишите суд в который вы обращаетесь соответственно своего района там города да где расположена эта квартира вот и туда и подадите образец есть переходите по ссылке смотрите читайте статью даже в текстовом формате значит ну что начнем с самого простого то есть надо заплатить госпошлину 300 рублей реквизиты уплаты госпошлины вы можете узнать либо в самом суде вашем куда будете подавать либо на сайте этого суда да там эти реквизиты можно распечатать можно заполнить даже квитанцию ну вот оплачивайте 300 рублей госпошлины ну и дальше поехали что ну справка форма номер 9 обязательно к этому иску прилагается выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости то есть там на вашу квартиру там или дом такую выписку необходимо приобщать к исковому заявлению особенно в том случае если вы являетесь собственником данной квартиры или дома как ни странно в общем-то суды обязаны сами ее истребовать но сложилась такая практика что лучше ее заказать и приобщить нежели потом ждать когда иск обездвижен потерять еще там месяц-полтора заказывайте ее в мфц стоит она недорого готовится она там течение там семи там пяти-семи дней и приобщайте к исковому заявлению значит что еще необходимо приложить к исковому заявлению суди как это ни странно просят предоставить квитанции оплаты коммунальных услуг в общем то я до сих пор честно говоря не шибко понимаю хотя много лет уже занимаюсь практикой а в общем то не понимаю как это доказывает тот факт что он там не проживает но я понимаю что допустим если он от ваш человек который выписываете оплачивал квитанции самостоятельно либо там каким-то образом через например сбербанк онлайн или еще что там будет его фамилия фигурировать вот ну опять таки в общем квитанции по оплате кому на за коммунальные услуги надо предоставлять естественно за тот период времени с которого он там якобы не проживает и по настоящее время на момент подачи иска в суд если вы выписываете бывшую жену бывшего мужа то естественно вам в суд необходимо предоставить свидетельство о расторжении брака вот значит про квитанции мы сказали про госпошлину мы сказали про выписку на объект недвижимости я сказал что еще может потребоваться если у вас есть какие-то свидетели о том что этот человек не проживает данной квартире то вероятно что суд либо может за нехваткой каких-либо доказательств попросить вас предоставить этих свидетелей но в принципе если есть возможность вы можете сразу в исковом заявлении прописать что факт непроживания данного лица по данному адресу могут подтвердить свидетели такие-то такие-то явка которых может быть обеспечена вами в суд по большому счету данное количество документов будет достаточно чтобы зайти в суд с исковым заявлением один важный момент значит перед тем как подать исковое заявление в суд данное исковое заявление необходимо отправить ответчик как бы смешно это не звучало но вы отправляете в адрес его регистрации то есть к себе квартиру естественно говоря если вы знаете где он проживает фактически но скажем так вы вдруг случайно об этом забываете так будет проще отправляете ценным письмом с описью вложения квитанцию об отправке письма и опись вложения с отметкой почты там черненькая печать ставится прикладываете точно также к исковому заявлению что подтверждает факт отправки ответчику искового заявления такая обязанности у истов раньше не было появилась она буквально полтора года назад теперь все делаем самостоятельно суд не хочет нести лишние расходы как правило при указании ответчика в иске на в шапке иска где вы истец он ответчик суды просят указать телефонный номер но тут вы сами думаете указывать его телефонный номер или не указывать значит я как правило не указываю да если суд хочет выяснить телефонный номер он делает запросы в различные телекоммуникационные компании и получает ответ да там есть номер нету номера и пытается дозвониться я скажу так что в принципе при всем выше вновь рассказанном и указанном такая выписка ну займет процедура сама с момента обращения в суд до момента вынесения судом решения но где-то месяца 4 сейчас в сложившейся ситуации там с якобы такой пандемии может занять больше это при том условии если человек которого вы выписываете все-таки об этом узнает что его через суд выписывает и он явится в суд либо пришли своего представителя и буду будет возражать против такой выписки снятия с регистрационного учета его по этому адресу у меня была такая ситуация когда бывшая жена да она пришла в суд сказала что она возражает но так как она там не проживает длительное время счета за коммунальные услуги не оплачивает никакого участия в содержании данного объекта недвижимости не принимает съехала она добровольно замки там не менялись на дверях никто и плане запрещал в принципе вернуться ну так скажем да то есть не выгонял и единственное на что она ссылалась это на то что у нее сейчас нет возможности приобрести себе жилье а у нее как по суду потом мы выясняли суд делал запрос у нее нет в собственности никакой недвижимости и казалось бы многие здесь так подумают елки-палки как ее выписать и в никуда давно уже выписывают в никуда единственный есть нюанс соответственно есть пленум верховного суда который разъясняет как раз порядок снятия с регистрационного учета в таких случаях когда человек не имеет собственного жилья или не имеет возможности его приобретения или не имеет возможность где-то как-то еще жить ну там типа снимать квартиру и тому подобное и в таких случаях сам верховный суд говорит о том что такому лицу судом может быть предоставлена скажем так отсрочка в снятии регистрационного учета и такая отсрочка может предоставлена быть сроком до одного года вот в одном из моих таких случаях про которые говорю где жена пришла суд посчитал возможным предоставить ей такую отсрочку но отсрочку условно да я говорю то есть не надо мне подтягивайте за терминологию я с вами разговариваю простым языком чтобы было понятно что вы сами могли сделать вот он предоставил суд судья предоставила такую отсрочку всего лишь два месяца после чего решение грубо говоря но как решение вступил в законную силу два месяца проходит мы пошли и и потом в паспортном столе сняли с регистрационного учета проблем вообще никаких нет с этим там можете опять как бить в грудь кричать я там такая я сякая у меня ничего нету денег нету тому нету но все равно два месяца те дали на решение проблемы и гуляй васей как говорится опять-таки обращу внимание видео буду заканчивать иначе она уж такое под затянулась обращу ваше внимание на то что это самая простая ситуация это самая простая ситуация но она кстати часто у меня встречается в практике то есть люди приходят вот он да не живет это самая простая ситуация есть ситуации когда надо выписать родственников есть ситуации когда там кто-то собственник кто-то не собственник там все по-другому решается. Не вводите себя в заблуждение. И я вас не хочу ввести в заблуждение, что прямо вот все ситуации все-таки простые. Я и специально начал. Возможно, не знаю, как получится цикл таких видео именно с самой простой ситуацией. Ну что ж, я надеюсь, что видео вам было полезно. Еще раз попрошу тех, кто еще не нажал на лайк, прожмите лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями, товарищами, родственниками. Это поспособствует продвижению моего контента, развитию моего канала. В принципе, вам это не сложно сделать, мне это будет приятно. Не забудьте оставить свой комментарий, кто согласен, кто не согласен. Кто не согласен, идите вон к адвокатам, платите деньги. Кто согласен, ребята, вот простая схема. И еще раз напоминаю, что ссылка на статью будет под этим видео, где вы и образец найдете и полностью вообще прочитаете, перечитаете еще раз глазами, как эта вся процедура выглядит и что необходимо сделать. Вдруг я что-то там где-то забыл сейчас. Ну и что ж, а вам я советую поступать всегда грамотно. Знайте свои права. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был «Токсичный адвокат». Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok